Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с праздником Воскресения Христова! Христос Воскресе! С Твоей Сыном Воскресе! Дорогая Юля, поздравляем вас с принятием Тайста Святого Крещения и в то время, когда человек... Сегодня мы живем в обществе потребления. Образ наших мыслей формируется именно в основном маркетинговыми технологиями и рекламой. И это отражается в том числе и на духовной жизни людей, несомненно, потому что все, что воздействует на человека из среды, а мы знаем, что среда формирует личность, то и жизнь Духа человеческого, его вера, она тоже формируется в таком ключе. Именно поэтому подавляющее большинство людей хотят индивидуального крещения, каких-то таких вот личных, комфортных, оказания личных, комфортных услуг. Но вера во Христа, как вы знаете, это некомфортно, это очень лично. Но это бывает некомфортно, потому что требует ответа человека. И надо поставить перед собой всякому человеку, который дерзает, говорите, я верую в Бога, поставить себе, если он стремится уверовать во Христа, и, во всяком случае, себя ассоциировать с этой верой, евангельской верой, поставить себе такой вопрос, очень простой. Что основатель нашей религии оставил после себя? Вот что именно? Какое знамение, да, вот знак он оставил после себя? Евангелия появились значительно позднее. Свод норм этических, он не оригинален, потому что этим этическим нравственным нормам предшествовали Весхозаветное заповедь и жизнь под законом. Что же оставил Христос после себя? Он оставил церковь, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. И утвердил церковь в Таинской Евхаристии, в Великий Четверг. И я очень рад. Вот есть люди сложные, сложные, которых нужно в чем-то убеждать, что-то доказывать. С вами было очень несложно. Почему? Потому что эти личные отношения с Богом у вас были всю вашу жизнь. Вы их искали. Есть такой образ, который осмысляется в книге «Песни», «Песнь-песни» Соломонов. Образ невесты, которая ищет своего жениха. Она там ночью бегает по улицам города. Вот где-то она встречает какие-то группы людей. Спрашивает, где же... Да вот, вот, видели, только что он был. Да, и вот ее сердце томится, невеста томится любовью. Да, и вот она замечает везде следы его присутствия, но он постоянно этот жених ускользает. В традиции христианского прочтения этих строк библейских. Это образ души, жаждущей Бога, самого Господа Иисуса Христа, который является женихом церковным. И эти отношения, они не умещаются в рамке формализма. Вот, вчера я был не христиан, сегодня я крещен. Мы знаем другие примеры. Люди крестятся, и этой встречи не происходит, потому что душа их не ищет Бога. Потому что причины крещения, они такие, культурно-бытовые. И сегодня вы приняли полноту даров Божьих. И исполнение этой полноты явилось в Евхарисе. Мы вас называем сестрой. Вот вы были Юлей, с которой мы его не знали. Вот вы приобрели, как минимум, вот такое количество родственников в Духе Святом. Потому что все от одной чаши, от единого тела мы причастились. Мы соединились во Христе и стали церковью. И соединяясь в Боге, мы соединяемся друг в друг. И вот этот опыт любви, он является самым главным. Самым главным. Я желаю, чтобы вы этот опыт углубляли, узнавали свою веру. Глубже. Это путь, в котором нету финиша. Путь познания Бога – это путь постоянного удивления, радости, который дается через крест. Вот в этом и парадокс, и драма, и сладость, и мучительность. Но все то, что не имеет укоренения в Боге, поиски человека какие-то, да, вот мировоззренческие, все это оказывается пресным и бессмысленным. Потому что, по слову блаженного Августина, до тех пор не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя, Господь. Поэтому для вас это и завершение определенного этапа жизни, и начало совершенно нового пути, новой перспективы. И как уже человеку взрослому, я хочу сказать, чтобы вы этот свой дар веры возгревали и приумножали. Поздравляю! Многое лето! Благоденственное, мирное житие, здравие, жизнь, спасение, во всем многое поспешение подашь Господи, рабе Твоей, новопросвященной, сестре нашей Юлии, и сохрани я, Господи, на многое лето! Многое лето! Многое лето! Многое лето! Многое лето!